Ну а на вечернем заседании в зале закипели страсти. Как только нардепы приступили к рассмотрению законопроекта о реинтеграции, трибуну заблокировали. Кто остановил работу Верховной Рады, какова судьба документа, обо всем расскажет Анна Каменева, она на прямой связи со студией. Анна, здравствуй, расскажи, что происходило в здании под куполом, тебе слово. Здравствуй, Катя. Кстати, то, что обсуждение законопроекта будет бурным, не сомневался сегодня никто. Но вот то, что дойдет до потасовок нардепов, не предполагали. Но все по порядку. В 16.00 на вечернем заседании в зале появился секретарь СНБО Александр Турчинов. Именно он и представлял президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, который, кстати, и поддержал профильный комитет. Согласно этому документу, Россию признают страной-агрессором, а захваченные боевиками территории оккупированными. Украина не несет ответственности за действия Москвы и подконтрольных ей вооруженных формирований на этих территориях. Командование в зоне боевых действий переходит от СБУ к созданному объединенному оперативному штабу вооруженных сил Украины, а Минские соглашения приоритетные при освобождении этих территорий. В Раде были зарегистрированы и два альтернативных законопроекта. Они пришли от фракции самопомощи и отдельно от внефракционного нардепа Андрея Еленко. Они тоже представили свои документы и высказали свои замечания. Декларация про визнание Россию окупантом без визначения дат окупации – это порожнее слово. Это не имеет никаких юридических последствий. Только визнание даты окупации покладет на Россию обязательство в будущем сплатить за все руйнувания и за порушения прав человека. Неужели вы не понимаете, что мы не можем разъединять политику относительно Крыма и Донбасса? Критику вызвал и пункт о Минских соглашениях, но по предложению профильного комитета все упоминания об этих соглашениях из документа президентского варианта убрали и заменили на соответствующую резолюцию ООН. Но в любом случае ни один из предлагаемых законопроектов в оппозиционном блоке заявили поддерживать не будут. Украина означает, что выйдет из Минских соглашений. Было заседание фракции, на которой обсуждались все эти законопроекты, которые были только вчера внесены в парламент. У нас было единодушное решение законопроект 7163 не поддерживать и голосовать против него. Законопроект 7164 поддержать в случае, если там будут внесены определенные правки, которые мы должны предложить. В сменении законопроект Украина означает, что выйдет из Минских соглашений. И остается только один путь, пока в данный момент. Это военный путь разрешения этого конфликта. Путь для достижения этой цели только один. Это политико-дипломатический путь. Другого пути нет. Все, кто говорит обратное, это либо отъявленные негодяи, либо на этих психиатрах. Обсуждение законопроекта шло более-менее спокойно, пока фракция «Самопомничь», воспользовавшись отсутствием спикера на своем рабочем месте, не заняла президиум парламента, а Егор Собелев даже попытался выкрутить микрофон председателя Рады. Нарде посорвались со своих мест, кто блокировать трибуну и президиум, кто их защищать. Не обошлось и без потасовок. Как все это происходило и как руководство парламента пыталось утихомирить нардепов, смотрите далее без комментариев. Я прошу, зверніть увагу на поведінку самопомощи. Я прошу, зверніть увагу на поведінку самопомощи. Я прошу, відійти негайно відійти від президії. Слава, добро. Я прошу, зупинити бійку взагалі. Зупиніться. Я оголошую перерву за правом голови и прошу ходить в факті прийти до мене в кабінет. Я оголошую перерву против кабінета до мене. Зупиніться. Успокоить парламентарів попытался и Турчинов, но и ему помешали высказаться. Зараз в парламенті відбувається спроба заблокувати рішення Верховної Ради щодо визнання Росії агресорам. І всі, хто це роблять, працюють сьогодні на Росію. Свідомо чи не свідомо. Голосуємо, давайте визначати якісь... Забрахнят! Глава фракції удалились в кабінет спікера, но трибуна все це часи оставалась заблокуванной, хоча градус напряження заметно снизился. Минут через сорок парламентарії вернулись в зал, но трибуна і президіуму були заблокувані, свої міста вони не зайняли, хоча по утвердженням спікера на совіщанні фракціям удалось договоритися. Зараз вийдя! Зараз вийдя! Ми вимагаємо нашу фракту. Я хочу вам повідомити, що ми провели нараду, на якій було визначено, що в законі, який перебуває на розгляді, вилучаються пункти, які посилаються на Мінські угоди. Це норма, яка мала розблокувати засідання Верховної Ради України. Тим не менше, трибуна продовжує бути заблокованою. Дискусною ситуацією, яка склалася, ми продовжуємо розгляд цього законопроекту, але сьогодні засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. І тільки після закриття засідання парламента, трибуна і президіум були освобождені від парламентарів. А секретарі СНБУ виступив перед журналистами і назвав депутатів, які блокували трибуну, російській агентурі. Ближе к вечеру стало известно, що в парламент приїхав і президент, щоб пообщаться і провести совіщання зі своєю фракцією, блоком Петра Порошенка. Рассматриваючи законопроект, спробуються продовжувати завтра. І будуть розмачувати, поки не проголосують. Ведь по регламенту, якщо депутати починають изучати один документ, за інший голосувати вони не можуть. Ну вот посмотрим, удастся ли за ночь фракціям і депутатам договориться о розблокуванні трибуни і президіума. Студія. Аня, спасибо тебе за детали. Анна Каменева рассказала, як пытались розмотеть законопроект о реінтеграції Донбасса в Верховной Раді.